Привет! Сегодня посмотрим, что он чувствует к тебе. Посмотрим, что же он чувствует к тебе. Какие у него к тебе чувства. Давайте сначала посмотрим всё о нём, кто он, что он, в каких энергиях он сейчас находится. Смотрите, говорит, что сейчас он ностальгирует о каких-то прошлых отношениях. Либо просто ностальгирует об отношениях романтические. Это, говорит, были очень романтические отношения, полны любви, романтики. Когда встречи были приятные. Когда вот к дому подходил, подарки вручал. Либо с цветами к дому подходил и вручал вам цветы возле вашего дома. Может быть такое. Так, что ещё? Но человек сейчас стоит на пороге каких-то новых изменений. Какие-то новые возможности перед ним сейчас открыты. Либо говорит, что я решил рассмотреть для себя что-то другое. Какие-то новые возможности, какие-то новые отношения. Человек вообще сам по себе эгоист. То, что у него сейчас в жизни происходит, он своей жизнью вполне доволен. Его всё устраивает. У него всё для жизни, для счастливой жизни есть. Есть где жить, есть что носить, надеть, обуть, покушать есть. То есть чувств он очень много получает от кого-то. Кто-то ему очень много сейчас чувств отдаёт. А он при этом берёт и ничего взамен не отдаёт. Человек-любитель компании. Любит быть в центре компании. Также, может быть, любит выпить. Человек такой в теле. Можно даже сказать, полноват. Так, что ещё? Решил человек, говорит, что я решил, принял решение внести ясность в ситуацию. Человек вообще чувствует себя победителем. Говорит, я победитель, я герой. Сексуальный человек, такой вот энергичный. Чего хочет, он добивается. Также говорит, что он сейчас работает как в качестве какого-то подмастерья. Что-то он как руками делает. Ну, знаете, его вроде бы и оценивают, но недостаточно хорошо. Как-то он за это мало денег получает. Маловато что-то он за это получает. Как новичок он в каком-то деле. Новичок. А хотелось бы быть победителем, но пока у него не получается. Смотрите, рассказывает. Рассказывает о какой-то тайной женщине. Это тайная женщина. Мы с ним встречались как по ночам. То есть он о ней никому не распространялся, не рассказывал. Также это может говорить о том, что женщина владеет какими-то тайными знаниями. Что-то ей открылось. Возможно, тяга к магии, к эзотерике. Психологией стала увлекаться. Либо прям работает психологом. Говорит, эта девушка стремительно ушла от меня. Ушла в свое развитие. И я вижу, что у нее происходит быстрое, стремительное развитие. У нее все меняется на глазах. Она сама меняется. Ушла от меня в поисках лучшего. В поисках лучшей жизни. Так, и что, и что? А говорит, а я за ней слежу по интернету. Возможно, в соцсетях. Лайкает, фотки ставит. Ну, тому подобное. Лайкает фото. Так, и что это значит? Говорит, а я хочу с ней этой любви. Любви наполненной, когда полная чаша. Я хочу с ней счастье в доме. Так, это что? Это он о ком рассказывает? Смотрите, вот вышла семейная карта. Что у человека все прекрасно в доме. Семья, деньги есть. Но как-то ему тяжело. Много берет. Много несет ответственности. Много груза взял на себя человек. Как-то защищает свои сейчас позиции. Находится в оборонительной позиции. Что это мое, не трогай. Это мое. А девушка та, которая на расстоянии. Она говорит, она ко мне охладела. Но я хочу с ней восстановить опять взаимодействие. Ну, это рассказывает, да, о треугольнике. Но он тут, конечно, по дьяволу. Человек по дьяволу. Слабый, знаете, вот привязан, привержен всяким излишествам. Бельшествам, всяким. Сейчас. Слово вылетело у меня это. Слабостям, да, типа алкоголь, пристрастия. Человек подвержен всяким пристрастиям. Алкоголь, курение, секс. Сюда также. И вот он говорит, да, что у нас был любовный треугольник. Ну, человек, конечно, вообще сам по себе нищеброд. Денег у него нет. И жилье, не жилья, не клане двора, скажем так. И мало зарабатывает. Нищеброд. Вот он к вам прицепился. Так, мало заряда у меня, да. Вот он к вам прицепился, как клещ, и тянется за вами. Вот спаси меня, помоги мне. Такой, как паразиты. Паразитируют за счет других. Только ресурсы получают от других. А сам не вкладывается. Нет. Как я сказала, и денег у него мало. Ну, вообще, человек нересурсный. Ни кола, ни двора. Но женщине он абсолютно ничего не может дать. Хочет так, чтобы было все по легкости. Говорит, что были любовные треугольники. Либо сейчас, что он вас втягивал в любовные треугольники. Так, что же ты чувствуешь к девочке, которая сейчас смотрит меня? Грусть, печаль. Печалька прям. Ну, смотрите, человек, конечно, сам по себе, как инфантил, несерьезный. Либо это говорит о том, что... Либо говорит о том, что он по возрасту младше вас. Либо как-то по должности младше. Человек ниже статусом вас. Да, либо по статусу ниже вас. Ну, даже если это и так, не так, то сам по себе, по характеру, как инфантил, несерьезный человек. Так он, конечно, бы хотел к вам проявиться, о чувствах своих рассказать. Ну, это так, знаете, только бла-бла-бла. Ничего серьезного. Но он себя сейчас чувствует неуверенным, как, знаете, в ограничениях. А что я могу сделать? Ничего я не могу сделать. И мне страшно вообще. Вот я приду, да, к ней, покажу свои чувства, расскажу, как-то проявлюсь. Я знаю, что она меня окончательно убьет своим поведением, своим отказом. Вот он боится, что... Он хотел бы к вам проявиться. Чувства тут как бы и есть. Хотел бы проявиться, но он боится, что если он к вам нос сунет, да, если он явится пред вашей ясной очи, что-то вы ему такое устроите, либо скажете резкое, и это его окончательно убьет. Он себя сейчас и так на данный момент чувствует не очень-то уверенно. Хотя изначально он себя позиционирует, себя я герой, я такой мужчина. Захотел, увидел, победил. Как это говорят? Пришел, увидел, победил. Да, я вот такой вот. Я беру то, что хочу, но на данный момент он себя таким не чувствует. А почему ты так себя чувствуешь? А ну-ка расскажи, что ж, дорогой, стряслось? Что ж случилось? Птичка, мальчика обидели. Капец. Ну, он тут, конечно, опять же позиционирует себя я король. Я король. Позиционирует себя таким вот. Я знаю, что я нравлюсь женщинам. Я привлекательный. Я сексуальный. Я интересный человек. Опять же, вот я такой, что я добьюсь своего. Активный такой. Я целеустремленный. Да я, если захочу, она будет моя. Никуда она не денется. Но вы устроили ему, конечно, башню. Разрыв полный ему устроили. Причем это произошло резко, неожиданно для него. Прям отсекли. Отсекли этим своим мечом. Отбрили, скажем так, да. Побрили его конкретно. Но это по правосудию. И причем он считает, что это действительно, это справедливо. То, как она со мной поступила, это правильно. Это справедливо. Так и должно было быть. Что она меня вот так вот поставила на место. Угу. Ушла, говорит, в новое. Ушла. По легкости. А меня вот оставила. Ушла. У нее там сейчас какие-то новые возможности открыты. Да. Чем-то новым она стала заниматься. Так. Что ты чувствуешь? Расскажи еще. Ну, а вот он рассказывает, что он пытался усидеть на двух стульях. Пытался погнаться за двумя зайцами. Либо, знаете, устраивал такие отношения. Были такие у вас отношения, когда качели были. Да. Человек тут показывает манипулятор. Но вы как будто бы вот этим своим уходом поместили его в такое положение, как он оказался подвешенный. Вот повиси, дорогой, повиси, подумай над своим поведением. Да. Ой, да, ну, конечно. Говорит, а она прям себя сейчас возомнила? Нет, не королева. Она не королева, нет. Императрица. Вот она себя возомнила. Дети, возможно, есть. Ну, говорит, это женщина всей моей мечты. Вот какая она красивая стала, видная, статная. Говорит, что вы одиноки сейчас. Но он вас видит, конечно, прекрасной во всех смыслах. И говорит, что вы и мама хорошая, и хозяйка вы прекрасная. И деньги у вас есть, и недвижимость своя есть. И прям видно, что вы в достатке живете. Даже если это и не так на самом деле. Но, глядя на вас, можно сказать, что вы в достатке живете. Что вы далеко не нуждающаяся. Так. Ну, конечно, он тут вас видит, как я сказала, женщина всей моей мечты. Так, и чё? Но женщина моей мечты, говорит, ушла. Хотя я знаю, что ей было тяжело, когда она уходила. Ей было тоже тяжело. Я прекрасно знаю. Я прекрасно понимаю, что она меня любила в тот момент. Когда она уходила. Но она нашла в себе силы уйти. Прямо это сделала резко. Так нагло. Проехалась просто по мне. Она для себя решила вот жизнь возродить. Начать всё сначала. Начать всё сначала решила. А я вот стою теперь, и я грущу об потерянном. Вот так-то. Не думал я, что она себя так поведёт. Не ожидала я. Потому что для меня эти отношения, эти чувства тоже были важны. Хотя у вас тут и был треугольник любовный. Но говорит, что я тоже, я сейчас нахожусь в депрессии. Потому что я что-то важное потерял в своей жизни. Важную женщину потерял в своей жизни. Важные чувства, да. Я знаю, что она меня любит. Ну или любила. Я знаю, что она такая вот чувствительная, ранимая. И укатилась эта женщина. Я хочу её вернуть. Я хочу, чтобы она снова была ко мне вот такая милая, добрая. Когда показывала свои чувства, свою нежность. Человек сейчас в браке находится. Этот мужчина говорит, я вообще семейный. Я семейный. И вышла вот его жена. Девушка активная тоже. Активная, сексуальная. Возможно, рыжеволосая. Как будто бы живут в частном доме. Животные есть. Говорит, но я женат. И меня эта ситуация расстраивает. Очень много человек что-то скрывает от своей женщины, от своей жены. Но они выходят, тут пара, да. Мы пара. Но это его жена. Но очень много он от неё скрывает, не договаривает. Конечно, вообще сам по себе человек мутный. Знаете, у него это природная способность манипулировать людьми. Манипуляторы, знаете, они от природы психологи хорошие. Они знают, как манипулировать людьми, куда надо видеть, что сказать. Да, и вот он как будто бы вот со своей женой это проделывает. Но, говорит, мы пара с ней. Так, звезда это на расстоянии. Что звезда это? Ой, ну тут, конечно, все карты мечевые. Мечевые для отношений самые плохие. То есть, это, знаете, это когда много мыслей. Нехороших мыслей причём. Когда человек много думает, думает. Ну, а более конкретно, смотрите, говорит, что мне эта звезда, конечно, тоже она меня сильно ранила. Как-то у вас произошла такая ссора, когда вы ему напоследок как подлянку сделали. Ну, я не знаю, это вы или не вы, но вот он рассказывает об этой своей звезде, девушка на расстоянии, холодная, которую он хочет, но которая для него недостижимая. Вот он просто, как, знаете, мечтает о ней, но она для него недостижимая. Вот он о ней рассказывает, что эта девушка своим уходом тоже, когда она уходила, она его напоследок, скажем так, тоже проучила, подлянку ему устроила. Ну, конечно, тут такие отношения были, что тут друг друга устраивали. Подлянки какие-то, тут, что, знаете, друг друга стоили эти люди. Поставила его конкретно на место эта девушка. Вот. Он ожидает, что она протянет эту руку, что она сделает инициативу, чтобы помириться. Он ждет, да. 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 Он ожидает, он хотел бы помириться, но, говорит, я этого делать не буду. Она меня обидела, оскорбила, унизила. Вот. Поэтому я первой мириться не стану. И он ждет от вас, от вас этой инициативы. Но вы знаете, даже если вы помиритесь, человек настроен сохранить свою семью. Если он сейчас находится в браке, он настроен сохранить свою семью. Но, даже если вы помиритесь, не ожидайте, что он разведется. Он разводиться не намерен. Он также намерен вас втянуть в этот треугольник. Что он разводиться не станет. А почему, если ты так эту девушку любишь? Нет, а зачем, говорит. Зачем? Меня и так устраивает. Я хочу такие вот отношения, когда приехал, уехал. Меня это устраивает. И тем более, говорит, даже если я приеду, я знаю, что у нас опять какие-то ссоры начнутся. Я не хочу этого. Оно мне надо, оно мне не надо. И поэтому вот он сидит в ожидании. Сидит в ожидании. Так, конечно, чувств у него много. И он и вспоминает, и ностальгирует. Но он боится, что опять, если вы помиритесь, у вас ссоры начнутся. Это раз. Во-вторых, говорит, я не собираюсь разводиться. А она будет от меня требовать, чтобы я развелся. А я этого не собираюсь делать. Вот так там. Вот такой был сегодня расклад. И вот. Продолжение следует...